Ребят, всем привет! Я с Украины. Хочу пожелать всем мирного неба над головой. Сегодня у меня такой день. Те, кто не знал или не следил за ситуацией, а возможно уже большинство и знало, сегодня 6 апреля и сегодня что? Где я сижу? Это в комнате у своей, можно сказать, мамы, да? У меня родителей не было, это моя бабушка, которая меня воспитала, которая дала мне всю свою любовь, дала мне какие-то приоритеты, принципы в жизни, помогала мне очень-очень-очень многому. Это человек, который отдал всю свою жизнь ради меня. Сегодня ей исполнилось год, как она умерла. Сегодня вот такой вот день, ребят, 6 апреля. Прошлый год, 6 апреля, бабушка умерла, к сожалению. Вот это ее комнатка, как осталось, так она сейчас есть. Кроватка, все вот, все как у бабушки. Это то одеяльце, которое, вы помните, Наташа дарила ей на день рождения. Это одеяльце осталось, я его никому не отдал, никуда не выбросил, нигде. Пусть будет память. Я часто прихожу в эту комнату, часто разговариваю с ней, обращаюсь к ней. Сейчас я хочу поехать на могилку, сходить в магазин, купить ей сладенького. Она очень сильно любила, вы знаете, конфеты. И отвезу ей на могилку. Уже год прошел, ребят. Вы помните, как мы ее поздравляли с днём рождения. Вообще помните бабушку Свету. Повторюсь, она мне, мама, человек ради меня прожил всю свою жизнь. И отдавал мне последнее. Ой, знала бы она, что, я думаю, она знает и чувствует, что у нее будет еще правнук. Жаль, она не дожила, что у нее будет еще маленькое чудо, будет мальчик, вы знаете. Бабушка, конечно, я за тобой очень тоскую, ты это знаешь. Часто сюда прихожу, сижу, иногда даже и слезы льют, плачу. Но, слава Богу, с одной стороны, что ты не видишь этого ужаса, который сейчас происходит в нашей стране. Она бы, я не знаю, как бы это пережила. Я не знаю, как сейчас старики переносят, те, которые прошли войну в свое время с фашистами. Но не будем об этом. Сейчас буду, ребят, идти все-таки на могилку. Поедем вместе. Приеду, наверное, к Хамеру заеду на могилку. Надо еще к Хамеру что-то занести. Ой, вы все помните эту комнату, как здесь няня постоянно и одна, и вторая. Сколько мы, восемь нянь поменяли, ребят? Вспомню, сколько это было. Тут у бабушкина кроватка, как вспомни. До всей пор, кстати, где-то подертые обои. А, вон. Не знаю, видно вам оно, не будет ли сливаться. Бабушка все руками дерла. Вы помните, болезнь какая у меня была, конечно. Она пережила деменция. Альцгеймер было очень и очень сложно все. Какой Бог помятая у меня. Ой, ребят, ребята. Сегодня годик моей хорошей. Надо поехать к ней. Несмотря ни на что. Моя бабусенька. Ребят, только встал. Вот это встал, привел себя в порядок, быстро умылся. Почти сел зубки. Бабушка нормальная, в принципе. Вроде бы тепло. Я даже не знаю, куртку одевать или нет. Будем выходить. Все, уже сижу в машине, еду потихонечку. Сейчас, наверное, нужно заехать покушать. Ребят, у нас все хоть слава Богу. Тут спокойно, все тихо. Люди просят, чтобы я показал, что у нас все хоть хорошо. Очень много у нас беженцев живет. Слава Богу, что все хорошо. Так что, в нашей области немножечко все тише. Конечно, все страшно, печально в других областях. Но уже понемножечку ситуация стабилизируется. Слава Богу, мы дальше продолжаем помогать, волонтерить. Я все-таки включился конкретно в работу. Извините, если видео будет не выходить или не выходит вовремя. Потому что я собираю деньги ребятам. Помогаю и нашими беженцами, солдатам, которые находятся на передовой, вообще на самом фронте. Сейчас заеду покушаю. А сейчас я вам покажу. Здесь есть вот такая вот, те, кто не знают, может с моего города, там переселенцы, беженцы, люди не знают, что есть вот такая вот столовая. Здесь очень вкусно кормят и недорого. И вы можете брать даже домой, чтобы вы понимали. Здесь очень вкусно кормят. Это никакая не реклама. Я просто хочу, чтобы люди знали, что можно здесь кушать. Так, ребята, закрывается у меня на палец. Вот так нажимаешь, все, пальцем дотронулся. Вот. Посмотрим, что здесь кушать. Здравствуйте. Суп есть? Есть. Давайте, половинку. А второе есть пюре? Да. Ой, хорошо, и пюре поем. Ребята, можно все. Заказываю себе, что хотите, и кушайте. Ребята, смотрите, что здесь подносят, что можно заказать. Это половинка супа, а есть целая суп, есть половинка. Пирожки с рыбой даже есть. С яблоком, узвар, пюрешечка, печеночка. Вот такие вот вы можете заказывать себе завтраки и обед, они работают до 4 часа дня. Пишу это тем, кто приехал с оккупированных территорий, там, где война, вообще бомбят. Ребята, вы можете приходить сюда. Я знаю, очень много беженцев в нашем городе смело, очень многие меня смотрят. Приходите в эту столовую, возле бывшей воинской части, вам объяснят. Здесь когда-то было давно-давно воинской части, и уже нету лет 10-15. Сейчас мне позвонили, попросили найти квартиру для людей. Две семьи будут с детьми, а им не надо остаться, и они дальше едут в свой город. Надо переночевать на ночь. Попросили найти квартиру, и я решил все-таки отдать свою квартиру на ночь, ребят. А сам, сам не знаю сейчас, где еще буду жить. В общем, надо людям помогать. Заселю к себе людей. Сам сейчас буду искать себе жилье. Чтобы люди хотя бы, потому что две семьи, ребятам с детьми. Так, этот вопрос уже, в принципе, решили. Сейчас поеду купать бабушке все конфеты всякие. Ну, поедем в магазин, посмотрим. Как у нас в магазинах, сейчас я вам все покажу. Даже не смог доесть пирожок. Остался один пирожок с облаками. Сейчас Виталик позвонил, попросил, чтобы я его забрал возле Монолита. Ну, это у нас такой торговый центр. Раньше назывался, он строился как торговый центр. Сейчас вместе поедем с ним на кладбище. Ребят, все спрашивают, как мы собираем деньги. Да, мы уже насобирали больше 43 тысяч гривен. В общем, чтобы вы понимали, каждый помогает. Мы как пчелы друг к другу. Наташа с Лерой отдали свой ноутбук ребятам на войну, на горячую точку, чтобы вы понимали. Может быть, они вам этого не сказали, но я серьезно говорю. Отдали свой рабочий ноутбук Lenovo. Отдали на помощь в армию пацанам. Вот так вот, ребята, на фронт. О, вон Виталик. Ну, петель идет. Ну, просто все затянено. А, сейчас, сейчас, сейчас. Здорово! Я уже... Ты уже в кадре. Я уже в кадре. Сейчас поедем, сегодня же год бабушке понял, то я думаю, сейчас сразу поехать на кладбище, посмотреть, что там. Я машину закрыл? Да, закрыл. Да. Все, ладно, ребята, погнали. О, нормально. Он сейчас назад погнали. Да, дальше нормально. Все, класс. Сейчас, ребята, покажем вам, как у нас тут в магазине. Есть ли продукты? Нет, но вроде бы уже все есть, все как бы налаживается. А, есть картина. Оп. Ну, смотри, вода все есть. Так, все же. У нас все, алкоголь. Все есть. Боже, очередь, Дмитрий. Ну, возьмите. Есть 100 лет уже. Я домой себе взял, у меня есть. Бери. Давай, пока есть корзина. Какое будешь? Ну, во, ну, нормально ты, слышишь сразу. А зачем так много? Да, ешь на месяц. А, ну, ты, да, ты, в принципе, мало пьешь. Нет, да, месяц. Пошли, я сразу конфет возьму. Да, все есть. Ну, там продукты есть. Все есть. И молочка есть. Ты прикинь, нормально. Что же ей взять? Конфет. Давай я сейчас печенье возьму, да. Так, ребят, возьму. Бабушки, печенье. Так. Что ты выбираешь? Зефира нету. Я, ну, блин, всегда зефир хотела. Я не знаю. Где зефир? Зефирчика нету. Блин, нету зефира. Есть такой в пачке. Да. Я ей такой вот куплю. Она любила всегда зефир кушать. Что-то выбираешь? О, мне же Хаммеру надо взять. Я на могилу к нему заеду. Понял? Завезу что-то ему. Что ему положить? Коту. Алло, сумочка. А ты зайдешь? Видишь, это... Хаммеру всегда, когда говоришь, фрискис, фрискис, он всегда голову так поднимал. Прикинь? Да возьму ему быстро, ему тоже надо что-то. Да я под ним понесу. Ребята, что все есть в магазине? В принципе, полностью. Конфеты. Я хочу только конфет взять, понял? И все, останется. Конфетов взять каких-то вкусных. Ну, конечно, бабушка там не попробует, блин. Идем, идем, идем. Ребята, купили. Купили еды. Вон, Максим стоит. Парень, который занимается помощью, волонтерством. Помогает нашим людям, беженцам, солдатам. Ну, вот он на машине. А, вот же он, е-мое. Сюда встать или? Или туда где-то? Да я вот здесь где-то встану сейчас. Вот тут встану. Виталий, я думал сначала, что это холодильник. Я думал, что это холодильник сначала. Отвечай. Я думал, это холодильник. Серьезно тебе говорю. То термос. Как дела? Привет. Нормально. Все, тепло есть. Все, тепловизор, да, провели? Офигеть. Может, есть вероятность с нашими друзями, твоими гостями, его сможем передать дальше. Сразу тогда, да. Будем стараться. Как тачку возьмем, да? Да. Не, может, раньше. Вот у нас же будет. А, значит, это этот пришел, да, который? Да. Йома, йо. Это благодаря нашей панине Аксане, ее друзям. Блин, вообще класс. Самым добрым друзям для 72-го бригады. Вот. Ну, сейчас. Передали с рук в руки. Боже, он же дорогой, Макс, да? Писали, вартість 1950 евро. Ого, Виталий, это сколько? 60 тысяч? Я его вынимать не буду, потому что есть вероятность, что его, может, там, не можно на светло, линзы. Блин, ну, вот это вообще класс. Да, тут у нас, я так понимаю, батарея, что? Вообще класс, нифига себе, блин. Так что, ребятам, да, пойдет именно? Да, ПДН, первый батальон 72-го бригады. Наш славно известный. Сужигеть. Этот, да, забираю. Этот? Ну, пошли, сейчас как раз посмотришь. Добрый. Ну, давай, дескутим, может, подушку. Если у них тут красивенькие такие. Одеялца есть, да? Подушка есть? Плед? Нет, цеплет и полотенце. Ну, в принципе, плед у меня есть, так. Три полотенца у меня тоже есть. Ну, все равно, пусть будет. Так. Блин, ребят, все слышите тревогу. Все слышите тревогу, как тревога. И так вот у нас постоянно, в день по пять, по шесть раз. Но в приложении раньше срабатывает. У нас у каждого всех приложение. О, боже мой. Вот так, чтобы вы понимали. Заходи. Видите, там, медиа оборона. Ну, вот так вот. Ну, такое. Да, отлично. Макс, смотри, я думаю, им понравится все равно. Да, отлично. Ну, наверное, я и сказал, мы, кажется, там можно... Зайдай, глянь. Сейчас обойду. Так, заходи, заходи, хоть посмотришь. Ты же у меня никогда не был все равно. Видишь, есть кровать. Кровать есть. Ну, не знаю, одна только кровать. Пошли в этой комнате покажу. Просто если две семьи... А можно идти в видос? Да, да, да. Засними вообще. Засними полностью. Отсюда где-то стань. Засними полностью по кругу им. Здесь есть эти вещи. Я сейчас поубираю. Так, здесь тоже. Включим свет. И все. Я скажу, чем-то, знаете... Знаете, пакеты я уберу. Смотри, здесь... Здесь покажи. Покажи тут и кухни. Помыться там можно. Да, туалет здесь есть. Там еще вон. И кухню покажи, как раз да. Закинешь все равно пусть... Что-то там... Элитулаты, что-то филисов. Да. Это... Что-то... Мы что-то провязаем. Это микроволновка есть, кастрюли есть, сахар, алия, короче, все. Ну, все, что такое. По чуть-чуть кофе, по-моему, чай. Все есть. Каши можно какие-то даже сделать. Вин-чайник, все, холодильник есть. Все, Иваня, начекаем вас. Виски стоит чуть-чуть, если надо. Так что... Так что тут все будет, пусть люди заселяются. Едем уже, подъезжаем к кладбищу. Заскочим еще к Хаммеру, потому что у нас там котик похоронен. Может, тут недалеко, Макс, еще и кота похоронили. Восемь лет прожил, короче. Я до Олежки сюда положу, пусти, но так уж. А, до Данильщенко? Да. Камазик. Наше кладбище, блядь. Так, Макс, у тебя мама где? Аж там. Дай я по Креме и туда беру. Я просто там аж буду останавливаться. Мы можем поехать. Может... А, так все равно мы вот так пойдем вместе, а... Так мы, наверное, все. Да, 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 пойдем все вместе. Ванька с Лизой, если что, помаленько. Тут, да? Да, уже. Боже, сколько людей уже умер. Ого, сколько тачек! Это все куда приехали? Ухран, по-моему, сейчас. Да? Ну, там вот тут стоят. Ну, я тут машину оставлю, наверное. Максим пошел до мамы. А сейчас Виталий... Блин, да что ж так жарко? Я понять не могу. Надо, наверное, кондиционер включить. Ты фреон заправил? Да, фреон заправил все. 800... 850 гривен. Нормальные проверили. О, еще деньги перечислили. Еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Я тебе говорил ноутбук, Наташа, с Леркой отдал? Да. Блин, где же здесь бабушка? Блин. Ну, пусть так машина... Ты представляешь, я уже не понимаю, где она. Расширяется. Это вообще пипец. Это даже на военнице обычно не может. Цивильный... Я что-то вообще не могу ничего найти. Ну, что-то тут оставлю. Ох ты, ё-моё. Вот это тут ветер. У меня что, дверь не оторвало, блин? А? Что дверь не оторвало, прикинь? Кошмар. А твой пакет где? А, в машину? Где же тут бабушка? Виталий ищет где-то. А, вот. Ё-моё, Веталь! Провалилось! Да ты шо, ё-моё, бабушка, шо ж это такое? Ты посмотри, Виталь, полностью провалилась. Надо будет приехать. Надо досыпать, да, полностью всё? Да, надо будет. Ёлки-палки, блин, это уже страшно. Может подъехать с ними, поговорить, кого-то нанять, чтобы... Да? Сейчас подъедем, поговорим, чтобы полностью всё засыпали. Офигеть! Ё-моё, бабулька! Это поля, поля, поля. Да, кладбище расширилось, аж туда, всё пошло туда. Бабулечка, я принёс тебе твоих сладеньких вкусняшек, которые ты любишь. Сейчас тебе разложу здесь. Извини, конечно, сейчас буду... Поговорю, договорюсь, чтобы... Ой. Чтоб тебе здесь всё засыпали. Ну, это пипец. Виталь, так это везде так, ты посмотри. Ну да. Это везде такое, все могилы. А шо ж такое? Как такое может быть? Я понятен. Да ё-моё. Вечно мой паспорт не хочет со мной быть. А ей открыть, да, наверное. Надо попросить, пусть, короче, накидают. Поехали, поговорим, да, с ним? Заскочим этим, блин, директору кладбища. Я не знаю, кому может быть. Видел собака сидит? Может, в натуре как-то нахрен? Вот это как ссорится. Здесь не ждёшь. Очень страшно. Блин, я не помню. Я просто не помню, где, короче. Здесь спиляли деревья, Виталь, прикинь. Я раньше определялся. Сейчас попробую найти. Сирень? Блин, я не помню. Тебя, сейчас пытаюсь найти. И уже не знаю, где. Просто не помню. Ё-моё. Не помню, где... Где Хаммер похоронен. Вообще. Надеюсь, найду. Здесь ещё никаких мин не было. Вообще не помню. Вообще не помню, где может быть кот. В Хаммеруся, где ты? Вообще, ребят, не могу. Помню, где-то я рыл-рыл. Вот здесь, по-моему, да? Да, вот здесь, по-моему, точно. Вроде бы здесь. Мне кажется, что здесь. Больше. Да, Хаммерусик. Я тебе принёс, малыш. Вот это вот. То, что ты хотел. Боже, тут что-то какой-то пакет прям лазит. Муравьи. Я тебе принёс пакетик с кушай. Хаммеруня мой любимый, мой роднуля. Я сегодня к вам всем пришёл. Тоже и к бабушке, и к Хаммеру. Короче, ко всем наприходил сегодня. Так жалко, ребят, вообще. Нашёл Хаммерка и... Слава Богу. Хаммеронечка моя. Вот так положил ему. Всё равно я его не забываю. Не забываю, ребят, и помню. Страшно, конечно. Ладно, буду идти. Слушай, аж слёзы льются. Да, только пришёл домой. Сейчас буду делать для вас видео. Всех проведал. О могилках. Везде уже побыл. Квартира полностью готова для людей, которые будут у меня жить, останутся. Им только на одну ночь нужно остаться. Здесь вот Максим привёз вот такой вот для одного человека матрас. Здесь их шестеро. Двое ляжут здесь. Один ребёнок ляжет на матрасике. Три. Один здесь. Четыре. И ещё два человека. Мы сейчас матрас надувной. Виталик будет у брата брать. Мы где-то его здесь положим. И двое людей, ещё двое там взрослых. Или сколько их человек? Четыре взрослых, двое детей. Ляжут здесь. В общем, помогаем как можем. Есть очень хорошая новость. Машина. Я сегодня перечисляю деньги. Машина должна была быть уже куплена сегодня. Вот я сейчас жду времени. Они уже перезвонят в Финляндии. В Финляндии мы покупаем джин. Джип Ниссан. Хороший джип. Я думаю, у Жени Кравченко всё получится. Нам парень помогает. С покупкой молодец. Так что, ребятки, потихоньку-потихоньку шевелимся. Вот так вот. Друг к другу. Как мурашки, знаете. Ползаем. Я всё поубирал. В принципе, у меня практически всё чисто. Всё порядок. Всё есть. Всё чисто. Так что, могу заселять людей. Ребята, и бесплатно заселяю. Вообще полностью. Сам буду ночевать. Не знаю где. Возможно, у Ветоля буду ночевать. Не знаю где. Либо гостиницу снимать. Не знаю. Людям надо помочь. Вот так. Буду сейчас делать для вас видео. Кто у меня там спрашивал. Когда Ника приедет. Как ребёнка назовём. Ребят, ещё точно не знаем, как назовём ребёнка. Ника дома. Потому что, я сейчас весь в планах, в волонтёрстве. И мне надо помогать. Вы знаете, какая у нас ситуация в стране. Только я немножко освобожу и сразу попрошу, чтобы Ника приезжал. Потому что, иначе никак. Всем. Чтобы мне холодильник пустой. Пиво. Виски маленькие. Но это гостянки, которые придут. Её что-то прислали. Еда у меня немножко какая-то есть. Так всё пусто, ребят. Вот ещё у меня здесь салат какой-то купленный. Котлетки. В общем, сейчас буду есть и делать для вас видео. Всё. Всех вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...